Казань 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 Горький пять раз пытался покончить с собой. Травился, замерзал насмерть в сугробе, ложился между рельсами под проходящий поезд, протыкал себе грудь ножом… Недаром как-то сказал. Скучно мерить жизнь смертным часом. Он и не мерил, а заново начатые жизни всякий раз переписывал по собственному сценарию. Алексей Максимович Пешков родился 28 марта 1868 года по новому стилю в Нижнем Новгороде. Крестили младенца в Варваринской церкви, неподалеку от родительского дома его матери, которую звали Варварой. Отец Максим Савватевич Пешков из разночинцев. Вскоре после рождения Алеши он был назначен управляющим астраханской конторой пароходства, и молодая семья перебралась туда. Жили в любви, в достатке. В 1871 году Максиму Пешкову поручили курировать строительство Триумфальной арки по случаю приезда государя-императора в Астрахань. Карьера стремительно шла в гору, и тут случилось страшное горе. Алеша подхватил холеру. Мать была беременна вторым ребенком, за малышом ухаживал отец, заразился и умер. Варвара с горя разродилась мертвым младенцем и перебралась обратно в Нижний к своим родителям. Тут и начался для Лешки ад. «Жизнь первая. Горькая». Свой первый рассказ Алексей Пешков не зря подписал псевдонимом «Горький». Сложное детство, полное слез, обид, побоев и юность скитальца-сироты. Позже он написал в автобиографической трилогии «Детство, в людях, мои университеты». Что там правда, что вымысел, споры идут до сих пор. Но даже если наполовину все описанное происходило в действительности, нельзя не проникнуться его горькой долей. Дед поставил целью вырастить из внука человека. Учил Лешку читать и нещадно бил розгами за плохую учебу. А еще за вранье. Тот, извиваясь, кричал «Буду лгать! Буду!» Считал, без вранья не выжить. Все вокруг только и делают, что скрывают правду. Одного не понимал, почему Бог ничего не видит, не заступится. Фантазировал. Есть человеки, а есть человек. Он рос там до неба. Больше Бога может. Позднее, когда познакомился с философией Ницше, сделал вывод, что сам еще в детстве мыслил, как он. Надо на свой риск и страх устраивать судьбу. Мать чувствовала себя несчастной. Считала Алешу виноватым в смерти мужа. Детские беды сына были от нее далеки. Теплом и лаской одаривала Алешу одна бабушка, Акулина Ивановна. Заступница. Подставляла руки под розги, когда дед, увлекаясь, хлистал ими внуков кровь. Бабушка была прекрасная рассказчица. Как сплетала сказки и сыпала пословицами. Алеша навсегда запомнил, что жить весело, когда бить некого. А с голодухи кишка кишке кукиш кажет. Дед Василий Васильевич Коширин был цеховым старшиной. До революции высокая выборная должность в городской думе. Но сыновья потребовали разделить имущество, и вскоре он разорился. Внук пошел получать начальное образование в Кунавинское начальное училище для бедноты. Вечерами торговал тряпками со свалки. Соседские мальчишки морщились. От пешкова помойкой воняет. Из школы пришлось уйти. От чахотки умерла мать. И дед вынес вердикт. Ты, Алексей, не медаль у меня на шее. Иди-ка в люди. Алеша 11, он посудник на корабле. Читает Пушкина и Гоголя. Алеша 12, он ученик в иконописной мастерской. В 18 лет появилась мечта поступить в Казанский университет. Едет туда. Без аттестата к экзаменам не допустит. Идет работать в булочную. Владелец, народоволец Деренков, тратит часть заработанного на подпольный кружок. Студенты говорят о Марксе, о справедливом обществе. Горький с ними. Но своим себя в их кругу не чувствует. Он словно выпал из мира, как в романах, которые продолжает читать запоем. Лишний человек. Несчастная первая любовь к сестре своего хозяина Марии. Затем известия о смерти бабушки накаляют нервы до предела. Алексей добывает атлас. Изучает строение человеческого тела, чтобы точно знать, где расположено сердце. Потом покупает нечищенный револьвер с четырьмя патронами. Остатки мои прошу взрезать и рассмотреть, какой черт сидел во мне. Это строчки из «Завещания», где Алексей винит в своей смерти немецкого поэта-романтика Генриха Гейне, выдумавшего зубную боль в сердце. Только пришел в себя в больницу, попытался отравиться. Откачали, промыли желудок. Вдруг жадно захотелось жить и писать стихи. Однажды на пороге дома писателя Короленко появился просто одетый юноша. Принес поэму «Песнь старого дуба». Почитав, Короленко улыбнулся. «Способности пешков у вас есть. Не хватает жизненного опыта». Алексей едет путешествовать по России. В Тифлисе останавливается у народовольца Калюжного. Рассказывает ему о быте цыган. Тот прерывает. «Садись и пиши». 12 сентября 1892 года в газете «Кавказ» появляется рассказ «Макар Чудра». Начинается новая жизнь. Литературная. «Жизнь вторая». Писатель из низов Горький быстро оседлал литературный олимп. За шесть лет стал знаменитостью. Помог не только писательский талант. Установка, высказанная еще в первой поэме. Той, что раскритиковал Короленко. «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться». Впору написания очерков в «Самарской газете», куда его порекомендовал в качестве журналиста Короленко, вышла песня о «Соколе». Ее подхватили студенты и рабочие, читали на сходках, учили наизусть. В 1897 году в Петербурге в типографии Исаака Богельмана готовится к выходу первая книга-сборник «Очерки и рассказы». Книга стала сенсацией. Именитые писатели наперебой высказывали мнение об авторе, добавляя ему популярности. Чехов отозвался о нем как о настоящем, залихватском таланте. А Набоков съязвил. Талант Горького не имеет большой ценности. И Чуковский возмущался. «Сын мастерового? Босяк? Не верю!» Что смог такое написать? Горький в память об отце не только подписывался его именем, виртуозно научился играть в шахматы, которые Максим Савватевич обожал. Он давно просчитал все ходы на литературной доске того времени. Закипающая Россия нуждалась в писателе из низов. Отрастил волосы, носил косоворотки, нарочито окол, хотя по происхождению был от этого далек. «Неужто человек рождается, чтобы денег зашибить?» – рассуждал Горький устами своего героя Фоме Гордееве. «Презирал грабителей-капиталистов. Чужими руками работаете!» В 1899 году Горького высылают за пропаганду революционных идей в городок Арзамас Нижегородской области. Там он делает еще одну попытку суицида, пытается замерзнуть насмерть в сугробе. К тому времени он был болен туберкулезом, но организм, напротив, мобилизуется и писателю становится лучше. В Арзамасе Алексей Максимович напишет свою первую пьесу «Мещане». Ее в 1901 году поставит художественный театр. Еще через год при горячем участии литературной общественности писателя возвратят и ссылки. Сильный, смелый, страстный, щедрый, талантливый. Таким его тогда видели современники и любимые женщины. Вместе с успехом у него началась еще одна жизнь – тайная. Жизнь третья. Ловелас. Еще журналистом Самарской газеты Горький познакомился с Екатериной Волжиной, которая подрабатывала там корректором. И скоро образованная дворянка и красавица против воли родителей отправилась под венец. Через год у пары родился сын Максим, следом – дочка Катя. «Я люблю тебя не только как мужчина, муж, люблю как друг, может быть, больше как друг», – писал Алексей жене, когда находился в отъезде. Брак продержался семь лет, хотя официально Горький до конца жизни так и не развелся с женой. Остальные были незаконные. 1900 год. Севастополь. В местном театре дают Эдду Габблер Ипсона. Горький не может оторвать глаз от актрисы Марии Андреевой. Умоляет Чехова их познакомить. Из-под длинных ресниц глянули голубые глаза. Показалось мне его лицо красивее красивого, и радостно ёкнуло сердце, – вспоминало тот момент и Андреева. Горький пишет пьесу «На дне». У Андреевой главная женская роль. Зал разразился аплодисментами, когда Сатин произнес слова, которые сразу стали крылатыми. «Утешение не во лжи, а в борьбе. Человек. Это звучит гордо». Горького тут же назвали первооткрывателем общественно-политической драмы, а Андреева ушла от мужа, известного юриста Желябужского. Вместе они провели 17 лет. Однажды Мария увидела его бездыханным. На груди – вспухший рубец, рядом нож. Бросилась за врачом, но Алексей удержал. Понимаешь, пишу тут, но и хотел представить, как жена отреагирует на смерть мужа. Вскоре в жизни писателя появилась новая Мария. 1920 год. Петроград. Машенька Закревская, по второму мужу Бутберг, пришла устраиваться к горькому секретарюм и упала в голодный обморок. Вызвали врача, кормили. И Железная Мура, как прозвал ее писатель за кошачьи повадки и твердый характер, стала его любовницей. Ей 25, ему 52. Но не эта Мария, а предыдущая, Андреева, заставила его пережить еще одну судьбу – революционера и соратника Ленина. Жизнь четвертая. Революционер. Когда Андреева познакомила Горького с Лениным, он поразился интеллекту вождя большевиков. Он – один из тех полусказочных людей воли и таланта, какими были Петр Великий, Михаил Ломоносов, Лев Толстой. Горький пообещал выделять на нужды партии по пять тысяч рублей в год. Обещание сдержал. Он уже был состоятельным человеком. Даже перестал изображать босика. Полюбил дорогие костюмы, шляпы. И всей душой искренне ратовал за революцию. 1901 год. Санкт-Петербург. В тот день у Казанского собора казаки разгромили студенческую демонстрацию. Горький тут же откликнулся песней о буревестнике. То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит. И тучи слышат радость в смелом крике птицы. Пусть сильнее грянет буря. Это был гимн грядущим переменам. Вскоре грянула Первая русская революция. Декабрь 1905 года. Квартира Алексея Максимовича и Марии Федоровны превратилась в революционный штаб. Сюда шли рабочие, чтобы получить оружие. И 9 января демонстрация в 140 тысяч человек двинулась к зимнему. Горький шел в колонне рабочих Выборгского района, когда солдаты начали в упор расстреливать демонстрантов у Троицкого, Полицейского, Певческого мостов и на Дворцовой площади. Больше сотни убитых, больше трех сотен раненых. Он немедленно осудил зверскую расправу. Николай II был осведомлен о миролюбивых намерениях его подданных. Мы его обвиняем в убийстве. Воззвание перехватили. Горького бросили в Петропавловскую крепость. Правда, вскоре освободили. За него снова грудью встала литературная общественность. Февральскую революцию, которую он так ждал вместе с большевиками, встретил настороженно. В первые дни наблюдал такую картину. Солдаты вели к мойке до полусмерти избитого вора. Он был в крови. Один глаз вытек. Позади бежали дети. И вернулись с радостными криками. «Утопили! Утопили!» Горький пришел в ужас. «Такое лицо у революции!» Знал, в октябре большевики готовят выступление. Хочет предупредить Ленина. На улицу выползет неорганизованная толпа. И, прикрываясь ею, профессиональные убийцы начнут творить историю. Сначала надо оккультурить народ, потом вооружать. Но вместо того, чтобы идти к Ленину с разговором, начинает кусать в газете «Новая жизнь». Когда Ильича ранят, Горький все же придет к нему мириться. Жизнь пятая. Эмигрант, соцреалист. На океанском лайнере «Кайзер Вильгельмдер Гроссе» Горький и Андреева прибыли в США. В порту их окружила толпа журналистов. Горький уже известен за рубежом. Приемы, обеды, знакомство с Марком Твеном. И вдруг их выселяют из отеля. Оказалось, американцы возмутились, что писатель приехал с любовницей. Горький отомстил ханжам очерком «Город желтого дьявола». Нью-Йорк в нем предстал как скользкое алчное горло, по которому плывут куски пищи города люди. Он работает над романом «Мать», который знаком каждому школьнику в СССР. Позднее советские литературоведы будут уверять, именно в очерках об Америке, и особенно в романе «Мать», Горький впервые использовал метод социалистического реализма. На деле метод оформился лишь в 30-х годах, а сам термин придумал писатель Гронский. Но факт, что именно эмиграция положила начало судьбе Максима Горького как основателя соцреализма в нашей стране, остается фактом. 1906 год. Состояние здоровья Горького все хуже. Он кашляет кровью. Пара перебирается в Италию. Море, зелень, воздух. Как-то заехал Ленин. Вместе с Горьким отправились на рыбалку. Спорили до хрепоты о новом человеке и роли писателя в строительстве нового общества. Горький поделился, как он скучает по России и едва объявляют политическую амнистию в честь трехсотлетия дома Романовых «Спешит домой». В 21-м разногласия с Лениным вынуждают его вновь эмигрировать. Уезжал писатель со слезами. Накануне Ленин по его просьбе отменил расстрел Гумилева. Но бумага не успела, и поэта расстреляли. В жестоких формах русской революции виноваты не политики, а жестокость русского народа. 1924 год. Италия. Соренто. Горький здесь уже с новой возлюбленной Марией Бутберг. Железная мура не дает расславиться. Алексей Максимович пишет новый роман «Дело Артамоновых». В Москву Горький возвращается в 1928 году по приглашению Сталина. На белорусском вокзале яблоку негде упасть. Горький! Горький приехал! Толпа подхватила писателя и понесла на руках. Горький счастлив. Не забыли? Помнят! Ездит по городам. Впечатлен размахом первой пятилетки. Его награждают орденом Ленина. Выходит приказ о создании литературного института имени Горького. Имя писателя присваивают МХАТу. Пять раз выдвигают на Нобелевскую премию. Дарят особняк Рябушинского, шедевр мировой архитектуры. И две дачи в Крыму и Горках. Как-то узнал, что у княгини Полей расстреляли сына. И стал уверять ее, что сын жив. Он якобы видел его, и тот принес свои стихи. Мать поверила, ожила. А когда узнала, что сын все-таки погиб, чуть не сошла с ума. Что с ним случилось? Лгал, как в детстве деду Коширину. Как в собственной пьесе «На дне», в уверенности, что ложь может быть во благо. Вступил в последнюю пору жизни, и сил для борьбы не осталось. 27 мая 1936 года Горький едет проведать внучек, Дашу с Марфенькой. Заболели гриппом. И в общих чертах повторяет судьбу своего отца. Заражается и 19 июня умирает. За 68 лет Горький совершил то, что кажется невозможным. Прожил минимум пять жизней, которые вряд ли кто-то другой мог уложить в рамки одной. Для каждой у него были свои, порой несовместимые маски. Самородка и интеллигента, циника и лирика, революционера и пораженца, босика и богача. Через все он пронес самое главное – гордую мечту о человеке. Сверхчеловеке, каким он и был сам. Сверхчеловек. 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 Сверхчеловек.